Данное направление в нашем городе развивается с августа прошлого года. Именно тогда клуб выиграл грант на развитие проекта «Радная дружина» и начал тренировки по современному мячевому бою. Данное направление в нашем городе развивается с августа прошлого года. По итогам первого дня, когда проходил личный зачет, разыгрывалось 25 комплектов медалей. Нашими ребятами было занято 3 золотых медали, выиграли, и 2 бронзовых. Очень хороший результат для наших спортсменов. На чемпионате «Радники» тесно сотрудничали с московским клубом, выступали в одной команде с его представителями. Такой дружественный союз принес первое место в соревнованиях по боям 5 на 5 возрастной категории 14-15 лет. В возрастной категории 18 лет и старше, а также в составе московской команды, оказался наш спортсмен. Результат – второе место в соответствующей номинации. Андрей Куликов получил возможность проявить себя в роли судьи всероссийских состязаний, во многом благодаря опыту, полученному на турнирах различного уровня. Мне все понравилось. То есть вся эта организация, количество людей, присутствующих на турнире. Никогда не было на подобных мероприятиях. То есть для меня это был первый выезд вообще в Москву. Много впечатлений, много эмоций. Получил квалификацию третьей степени судейства Федерации СМБ. Судил маленьких детей, взрослых дядечек. На самом деле было очень весело смотреть, как маленькие дети бегают, психуют, столько эмоций. Прям кричат, некоторые даже ревели. В пятерках, вот я вот судил именно пятерки, неполные команды выставляли. То есть четыре человека вместо пяти. Соответственно, с противоположной команды должно было быть тоже четыре. То есть они выбирали, кто из них не будет участвовать. И получалось, кто-то не участвовал. Там прям слезы такие, эмоции. Тренера ходят, их успокаивают. На самом деле это все так впечатлило. Девушки, которые занимаются в клубе «Ратники», давно доказали, что ничуть не уступают в мастерстве представителям сильной половины человечества. Еще раз они подтвердили это на чемпионате России. В каждой номинации, в каждой категории в нашей 16-17, 14-15 лет мы заняли первое золото, первое место. У Маши, у нее было немножечко тяжелее бои, так как она сразжалась не только с девочками, но и с мальчиками. Все, в принципе, очень понравилось. Было много эмоций, много разных бойцов, много знакомств. Также очень доброжелательные организаторы. Там было в номинации 18+, девчонок очень много в наших категориях. Мелких девчонок тоже очень много. Мы все посмотрели, там они носятся. Они такие маленькие, хрупкие девочки, но такие отважные, прям наихраблейшие. По правилам чемпионата, если нет в категории девочек, то я должна биться с мальчиками. И как это было? Сложно и несложно? Было сложно, да, потому что мальчики, они больше меня, можно сказать, занимаются. У них силы больше, опыта и всего. И мне как-то было нелегко. И вот, но я думаю, что у меня все получилось. Илья Бахарев попал в число участников самой многочисленной возрастной группы чемпионата России – 14-15 лет. В итоге занял первое место в личном зачете и командных боях. Две единицы объединились в одну, для того, чтобы убить третью, но потом наверняка придет у тебя. Временное объединение политическое привело к успеху, да? Ну, четверку уничтожили, восьмерок. Все было отлично. Провел множество боев, получил травму даже. Пробили колено. Доктор меня поставил на ноги. Благодаря ему я во второй день участвовал в командных боях. Где занял первое место. То есть, по итогам у меня два кубка выиграл вместе с Марией Казаевой. Вот. Как бы за командные бои. И один в личном зачете за третье место. Бои были, правда, сложные. Ребята были подготовлены. Участники клуба исторического фехтования отмечают, что довольны достигнутыми результатами, но вовсе не собираются останавливаться на достигнутом. Они выражают искреннюю благодарность всем тем людям, благодаря которым поездка в Подмосковье состоялась. Хорошо, что есть те люди, которые готовы помогать. Собственно говоря, спасибо им, что вы помогли нашим мечтам сбыться. ПОЗИТИНСКОЙ 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 П